Так, а почему Орг? Флай выиграл, да? О, а вот это интересно. Это будет, во-первых, сложным. Флай тут еще Аркадий, как вы помните. Он своего Блэйдмастера теряет по ПКД. Но, вы знаете, и Фогич не отличается стабильностью. Вот в чем дело. Нет, Гарри Поттер, это не факт, что это они. Нужны доказательства. Доказательства. Можно петицию какую-нибудь подпишем в чате. Да нет, судебная система фурычет. Фурычет. Вначале шаблонное решение было, но... Видите, у нас есть система, позволяющая двигаться дальше. Какие ваши доказательства? Кокаину. Время пришло. Дегда. А, опять вот наш любимый, любимый кипер, которого звать Дегда. И Флай бегущий. Время пришло. Кто нарушил наш покой? Эээ, что? А не нагловато ли это? Что это было от Флай, вы видели? Кипер еще не ушел, он выходит из винволка такой. И начинает тролля бить. И я не понял. Это как? Время пришло. Ну да, да, это Флай. Мисклик, видимо. Приказывай. Окей. Может быть. Где опасность? Кипер-Тегдык. Нет, киперу Тегдык тоже подходит, конечно. Ну, у него низ-то соответствующий, копыта наверняка. Кто их подковывает, интересно? Побежала первая Хантреска. АПМ будем смотреть? Конечно. Фоги выигрывает. Мне перенесли на кота на передержку не первый раз, но сейчас кот заревновал, что делать. Заревновал к кому? Кипер без седла. Где опасность? Неплохая попытка похалявить со стороны Фоги. Че, но, к сожалению, не удастся. Если бы здесь Висп хотя бы один был. Надо отменять. Почему не отменил? Вот ради сколько он выстрелов сделает? Четыре. Четыре выстрела. О-о-о-о. Это плохо. Исследование завершено. Зачем там протектор? Ну, логика, что вот это проходной двор. Вот здесь проходной двор. Постоянно бегает Блэйд. К нему могут выходить гранты. А вот в рево они всегда убегают. Дороговато. Просто протектор, он же не из дешевых. А протектор Фоги еще дороже стоит. Привет, QR-код есть? А то мы обновили блок авторизации в чате. QR-код, сейчас, подожди. Есть, есть, есть. Вить, посмотри. Вроде там новый рисовали. Я... Кажется, он ничему не мешает. Хорошо. Спасибо, Витя, за напоминание. Продолжаем. Работает. Е-е-е-е-е, класс. Второй герой Алхимик. Стандартная вещь. Ой, добил еще Энто. Видели? И второй уровень получил. Ну, Фогич вообще по другой схеме играет сейчас. Не козел с этими, с экспандом, хантресами и арчами. О, просветочка. Осидка. Немножко Алхимик не в теме был. То есть, вообще, я здесь умирал. Умирал Блэйд, если бы Алхимику коты не помешали. Ладно, давайте куда-то мы перенесем его. Здесь он не должен ничему мешать. Двигай QR-код. Здание готово. Здание готово. Наши воины вступили в бой. Хороший может быть Крипджек. Смотрите, Арча как помогает. Правда, еле-еле выживает. Ну, Фогичу нужно как-то дотянуть до Медведя. А, вот. Видимо, это перестройка. Видимо, Фогич решил уже, хватит. Хватит с Т1 юнитов гонять. Нам же Близзарды дали Медведя с маной. После патча. Это QR-код, который заряжает воду. Ты можешь заряжать все, что угодно. Азара дарит 10 примачков. Симфону. Ультрасонику. Саня Кэ. Адвокат. Дьявола. Доктор Кокс. Спас. Линч. Макс. Фусиш. Рэндрэгон. И Вайз Кэт. Вайз Кэт. Фанк 03 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает. Всем бобра. Упакован под горлышко и готов. Спасибо, Фанк. Спасибо. Пипс, ну я думаю, что Фогидж знает, зачем он ставил протектор. То есть ты проверяешь во первых человека на бдительность, выигрываешь время, не даешь ему крепиться и заставляешь грантов выходить с базы. Ну, на прикопку. То есть там-то понятно цель. Непонятно, почему он его в последний момент не отменил. Вот это загадка для меня. А так вообще отлично. Опа. Вот у Фогиджа разведка тайминговая очень хорошая. Часто проверяет уже на халяву. Ну, наличие халявы, так скажем. Орков. Арба сейчас будет. И желательно ставку купить. Денег на все, про все не хватает. Но козел четко ждет стаффа. 30 х уже. Блин, ну пострелял бы по юнитам лучше. У него арба, он стреляет по змейке. Что такое? Ой, Танюшка! Танюшка! Пришла. Я видел, что с Эдюсера он начал проходить, или как он там называется. Я посмотрел этот клипчик, где надо было ощутить себя на месте мужчины. Ну, ты, конечно, вообще растерялась. Ну все, начинается замес. Медведи. Медведи. Сильнее всего, что здесь есть. Виспов вывел, но непонятно зачем. Ну, вывел виспов, не задиспелил их. Хотя там три шамана были с полной маной. О, господи. Ну, а дальше нужно все-таки давить. Шипы у врага. Это плохо. Коты развалятся сто процентов. Они тут и от вышек, и от борусов улетают. А почему было и дальше не убить? А, у него инву лучше есть. Надо магазин снести. Это первый приоритет. Может быть даже и на нычку отступить. Спящий пробудился. Ляпис Трэнсмутатор. Зовут алхимика. 50 лимит, она 50, но у Фоги что-то в заказ. Да, надо сейчас врываться, пытаться убить эти вышки. Может быть даже по пути этого забрать. Хотя опасно. Блэйд рядом. Вот лавка делается. Медведи прибегают реально с двумя Реджу. Представляете? Два Реджу. Два Реджу. Ну, зачем ты? А где? Почему превратился? Где вторую Реджу? Там уже Кадоэ. Кажется, Флайш что-то знает. Все, минус один медведь. Сейчас минус второй медведь. Ааа, там оба Кадоэ уже сыты. Передаются Хейнвул. Блин. И он пробирается к лавке с хуйней убить уже. Ну, как бы... Беда. Как бы беда-беда. Медведи справа убили. Здесь на вышках мы отдаемся просто. Дриада. Все, вот это вот. Там бутылки у Сахи. Ману у Сахи. Он лечится спокойно. Но еще тут вард может поставить, чтобы ты не вышел. Телепортируется алхимик Хилвард на халяву, который сейчас будет уничтожен. Почему-то не торопится Блэдмастером уничтожать Хилвард. Спасли Кадоэ. Реджуф. Ну, там Пурджи есть. Телепорт. Погнали. Минус-дриада еще. Медведь. Блин, капец. Я не знаю. Ну, первый вопрос, почему он побежал на мейн, а не на экспант. Пока там второй вышки не было. Пока можно было нормально посражаться. Привет. 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 Подрывника купил Фогич. Такой он веселый. Озвучка хорошая. Чем-то похоже на озвучку во втором варике. Там тоже, помните, были подрывные отряды веселые-веселые гоблины. Ну, прорваться бы, конечно. Вот так есть шансы. Без двух вышек шансы есть. Ну, у нас минус 10 лимита у нас. И противник здесь получил уже четвертый. И два кода. Два кода у нас... А у нас два медведя, понимаете? Как-то не складывается. Пока хорошо спасает кода. Сейчас пойдут медведи. Как он уворачивается, а, от кода? Суху пытаются убить. Дрядка минус. Да, Фоги еще с такой ситуацией удивительно. Но каким-то Макаром живет. Ну, очень плохо живет. Потому что нычка все равно у противника работает. Ее никак не пробрить, похоже. Там уже 50+, наверное, 53, да. Да. Ну, вот я наконец-то начал стрелять по разным юнитам. Природа не знает усталости. Кода немножко голодный. Где опасность? Наши воины вступили в бой. Не пути во мне в ней. Хочешь что-нибудь взорвать? А ситочка пошла. Сейчас это медведи сожжут. Кипер обьет. Блэйд со свитком. Время пришло. Еще минус медведь. Ну, вот и не осталось армии у Фогич. Он отчаянно бегает за Блэйдом. Но грамотная лавка, поставленная Флайм на Экспанде. Прям ух. Очень четко отрабатывает. Ну, я бы вышел. Фоги еще не факт, что будет выходить. Потому что он не такой слабака. Как я. Но. Шансов вырулить здесь нет. Он выходит. Да. Вот бы коду могли своих юнитов есть, чтобы спасать, если что. Классная стратегия. О, Арк, у нас привет. Небольшое пожелание. По чату с QR-кодом можно как-то кнопку отдельно в ход добавить? Да. Так там должно было быть обновление. С логином. О нем Витя говорил. А может быть не о нем. Так. Так, там Сок с Чай играют все еще третью карту. Мун когда играет? Хороший вопрос. Мун играет сегодня с Лингуагой. И вроде как должен параллельно играть с Чаймика Соком. Строгой говорит Мишкира, когда герой и другие игры, кроме Пубга? Герой и другие игры. Мун пока не начал. Не знаю, не знаю. У меня с планированием беда. То есть я... На этой неделе идет два турнира крупных. Дримхак с составом участников, который вчера начался, помните. И Смайлкап, которые с азиатами, но еще Хавк и Фоги играют. И там, и там призовой хороший. У китайцев 17 косарей. И они все идут. Один китайский турнир днем, европейский турнир вечером. И все. И с двух часов до одиннадцати у тебя топовый варкрафт. Фрейм говорит, Майски выбили из колеи состав ГГ. Не-не-не, на самом деле, большая часть людей, которые работают на ГГ, не были на этой сходке. Ну, то есть там на постоянке был только Ледоколыч, и Витя заехал, и все. Поэтому все в обычном режиме. Так. Что посмотрим-то? Наверное, имеет смысл Фоги чуждать. Вторую карту. Да? Ну да. Даже современную не позвали. Так он же в Омске. Он же далеко очень. Зато ему отправили там сувенир. Венчи, я понял. Значит, не сделали. Кота? Кота. Да у него есть. Котом Савелия не удивить. Не старый привет. 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 Тут я смотрю на игру 2 на 2 и играет Мун в Нум какие-то китайцы и Гудгейм за эльфов. Что, блин? Надо придумать сходку для стримеров и зрителей ГГ, привязанных донатил, собранные деньги, что-то придумать. Да-да, задонатит. На стримфест лучше приходить им, который будет. Там и как раз есть система покупки билетов. То есть, частично можно отбиться. Мерч мы там сделаем новый, попродаем. Ну, стримерам нашим пораздаем, конечно же. Ну, он Гудгейм играет, реально. Демон Хантера взял. Кстати, хаза, наверное, можно будет отщипнуть висеть для большинства. Ну, пока мы просто тестим фичу. Будет она пользоваться успехом, популярностью. У Хавка потная группа, да-да-да, у него конкуренция очень высокая. Там прям топ-3 человека из топ-6, топ-7 мира. Просто. Там всякие. Лин и Лавлиеты. Не помню, кто еще. Ну, кажется, вот как раз Лин и Лавлиет плюс... Лин и Лавлиет и Фокус. Там просто... Это два лучших Орка мира. Флай по-послабее сейчас, на мой взгляд, Фокуса играет. Уж тем более Лином. Ну, Лавлиет, наверное, топ-2, топ-3 эльф. Скорее всего, даже... Ну, я не знаю, кто сильнее сейчас, Colorful или Лавлиет. Два Барака и Демон Хантер. Нет, я так не играю. Ну, это несерьезно. Кто так играет вообще? Мессер, клетку хоть купи. Что за фонтан по центру маны? Да? Нет, это хил вроде. Никакого фиолетового... Да, хил. Отсвечиваний нет. Не, ну эти ребята какие-то странные. Я чисто зашел ради Гудгейма и Муна. Ждем Фогича. А вот и он. Погнали. Разве не убрали фонтан маны с Гнул Вуда? Я встречал его, когда был там 3 на 3 или 2 на 2. Так что, я думаю, не убрали. 0-1, к сожалению, Фогич проигрывает в данный момент флайл. Проигрывает странно. Рабочий немного ката подставил на половину здоровья. Да, фаска. Он реально перестроиться хочет. Ну, его можно понять. То есть, ты берешь... Я, правда, не знаю, зачем в этой ситуации алхимик. То есть, если ты играешь в Т3, в медведей... У тебя не такая большая масса юнитов в лечении, не такое эффективное. Часто игра затягивается. Соответственно, герои орковские более жесткие. Какой смысл в Демон Хантри? Я понимаю роль козла. Она там все равно заставляет человека жаться и так далее. Но потом все равно диспелиться. Но Дима вторым был бы гораздо полезнее, чем алхимик. И мхом. Готов варить. Готов варить. Так, ну... Не совсем застроился хорошо, Фогич. Контролит виспов. Понятно. Но зато Сихуа окружил. Но Сихуа на старте вот так убить. Плюс Гранта, это сильно. Персоналка пошла от Блэйда. В целом все равно в плюсе. Заказать трех виспов. И все будет ток. Нычка пошла. Хорошо. Да, друзья, для тех, кто присоединился, сегодня первый день другого турнира. Называется он Smile Cup. Проводится китайцами. Я о нем узнал только вчера или позавчера. Призовой фон составляет почти 17 тысяч баксов. Играют лучшие китайцы, корейцы, а также Фоги и Хавк. Это чем-то похож на Тедовский турнир. Помните, вот который меня впечатлил, правда. Только последний финальный день особо прям был... Особо хорош, так скажем. Вот, но тут самое начало. Групповая стадия. Сегодня первая часть, первые две группы. Потом завтра Хавк будет играть, третья, четвертая группа. И опа, вот этот висп уже сразу выдал местоположение нычки. Миша, что такое купить на три дня покушать, чтобы недорого и вкусно бедному студенту? Дождь не вариант. Ну, курочку берешь, крупу или эти. Но самое простое это курица. Курицу можно сделать миллионом разных способов. Крупы, опять же, макарошки, опять же. Погугли там наверняка. Я давно студентом не был. Поэтому... Сейчас не подскажу. Ну и насколько бедному? Учитывая, что у тебя алмазный статус, блин. Я не знаю. Вдруг ты просто устал от... От креветок и хочешь от тебя гребешков. Здание готово. Декел. Беляк. Добро пожаловать. Я вообще в последнее время... Ну, как не последнее время, а... С того, как мультиварка появилась, я по гречке тащусь. Потому что она всегда получается отличная. Она универсальная. Она полезная. Спросите у каких-нибудь там европейцев. Там, в Германии наверняка вы гречку по... По нашим ценам даже близко не купите. Мы вступили в бой. И я готов. О, сейчас может быть крипджек. Слушайте, ну сейчас у Фогич, на мой взгляд, ситуация получше. Во-первых, потому что Флай слил виверну свою одну. Во-вторых, он не помешает, кажется, постановке экспанда. Можно было свиток уже использовать. Ой, суху, суху, суху сверху. Ну, было же видно, что... Мда... Блэйд. Не умрёт случайно, нет? Нет, просветки нет. В Германии гречку можно купить, только в русском магазине чаще всего больше нигде не найдёшь. А мы когда в Чехии были, там ЛКГ говорил, что она продаётся, но редкость тоже большая. Это типа какой-то эко у них там продукт. Они заморачиваются по этому поводу. Гречки в Европе во время малоизвестно. Знакомый продавец скажет, что только в России попробуйте постоянно ищутся в домном магазине. Слушай, приказ поняла. Сусличек, привет! Сусличек. Поторопись. Здание готово. Я думаю, надо мне бахнуть кофе. Я сонный такой, потому что кофе не выпил сегодня. Триггер не сработал. Строгой говорит, да не, настолько всё плохо, у меня 3К на 3 дня. ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП виверну подрезали над минус 2 кота даже минус 3 кота судя по шамана подрезал виверна тоже еле живая смолвили вчера вы фашечки были очень классные тени спойлерить или спойлерить даже по сплевел очень классный я всех выиграл три раза подряд ты понял 3к на 3 дня что бедному студенту поесть ё-моё у нас просто у нас протроллил сейчас так это троллингу два хода чтобы никто не догадался аспирант говорит что фашечки все отдельно нарезанную пусть смотрят да кстати я видел три игры было бы еще они по типовому названы первое что мне пришло в голову как-то их в названии выделять что можно было отличить то ли по расе то ли по героям то ли по происходящему внутри но это такое курочка за косарь на это не троллинг кинозонт от по соте коплю с львом на ручке какой же то ё-моё три косаря три косаря на еду и ну я разок я помню там сходил пошел поработать в кое-то веке с ноутбуком не дома в кафешку пока дошел до х до кафешки про это самое проголодался в кафешке только кофе и чизкейки я все равно раз в месяц выхожу или в два вот по таким делам из дома но думаю ну сейчас надо что-нибудь смотрю поблизости шавермятня захожу шавермятни там прям шаверма шаверма то есть там даже сесть негде ладно давайте в другое место выбираю ближайшие с хорошими оценками приезжаю там какой-то мажорный мажорный гриль ну мажорный по белгородскими нормам норму конечно а я вампиризм хорош какой надеюсь вы одновременно с комментариями смотрите на происходящее на экране и не сильно это со мной вот а я в домашнем такой меня сразу смерили взглядом типа у вас есть резерв вот а я решил что раз пришел надо поесть и поел как раз где-то на два с половиной ночью чё они так смотрят не ночь вкусно было могу порекомендовать там всего официант я вас буду обслуживать я говорю мама свою ну в общем интересно было необычное ощущение я по таким местам не хожу минус байт какой минус байт чё да слил блейда алхимик минус ну короче что могу сказать у фогич косарь на руках и он еще не понял что сражаться с орком на фонтане это одна из самых самых неудачных идей который может в голову прийти да давай еще кодой под фонтаном будем убивать почему бы и нет это же один из самых жирных юнитов в игре где опасность господи уже козел третий круг нарезает вокруг фонтана пока шесть хан трес пытаются убить кодой но они исправили задач на блейда кажется крест был да вот это да с кем фаги кайт это fly он уже проигрывает 01 но вот в этой игре конкретно в этой у него есть пока еще шансы что флай меньше если фогич каким-то макаром потратить полтора косаря который он видимо откладывает тоже на ресторан какой-то все заключение вовремя какая сейчас боль была убивать этого гранта окружая под лайки еще дом под лечением ну козлик молодец козлик вернулся прям и 5 уровень получил сейчас если не профу к центральную базу обновь там все равно дорого лучше лучше центрально отменить правильно сделал я чуть чуть не совершил ошибку все отменяешь базу и уже не сильно торопишься адрес как tower defense просто нет волна не прошла у меня было ощущение что вот в тот момент когда фоги принял это решение отправить ее туда она уже была обречена ну то есть приблизительно на глаз было понятно что не вынесет конечно это сложно оценить просто я даже не знал какая там как какой-то какой-то мармор у нее то есть 0 или 2 если было ну смысле 2 города на защиту она пробежала бы так ну ладно давайте фогич проснется тоже надеюсь 707 поддержал ваш канал на за рублей и сообщает пацан я просто хочу максимально экономно провести эти три часа дня мне надо купить книжки на жизнь копить мясо и макарошки у меня есть но мне надо еще на завтрак и ужин что-то купить а вообще стыдно господа что бедный студент имеет алмазный статус господи снили кипека до 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 что есть мясо и макарошки уже есть такая проблема человек блин фогич бедный но кажется у шаманов мана уже заканчивается саха уже тоже полу полу пустой 66 лимита насколько на 37 есть небольшое преимущество 22 грейды доделались на фоге здесь выигрывает учитывая что базы нет я бы вышел но плач свернется отрегенится попробует от он может рассчитывает еще на на 5 саху 5 саха которые там спустя еще там 456 центов может получиться это не то чтобы выход но надежда код пытается вышатать дверь щас просто миллион котов заливает все дела алхимик еще протекшен и узнать ему в паузе как-нибудь еще протекшен купил а не использовал не надо так 5 саха уже о чем а это иллюзия извините поэтому что-то blade так беспечно работает все очень о протекшен тайминговый кодой решил перекусить арчой экономный тоже вариант разваливаются гранты ну и уходит на базу слава богу это 11 все таки блокадой прикапывать козликом до целом сок магазин достраивает чтобы можно было алхимику ману восстановить ну и хантрески с милишным уроном все равно очень хороший урон наносит да 11 есть шанс есть шанс друзья муку купи фарш и лепи пельмени пока смотришь стрим с килограмм муки и килограмма фарша получается 150 160 пельменей бесса что закрыта да и так и глазами такая типа да знаете как коты невербально умеют общаться тебя открыть дверь ну ладно пойдем 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 а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тоже не играйте в Warcraft. Кто-то даже никогда не играл, но в роли экспертов выступаете. Так вот, ну я рассказываю как бы что, что, как. И вот сначала в мультиварочке делается гречка, а потом она на сковородочку вместе с курочкой уже в финальную стадию, там, где, например, жарится курица с крылышками. Потому что там есть уже такая поджарочка, и из гречки можно лишнюю воду зажаркой убрать. У меня положительная ассоциация с детством. Нам отец сделал... Пенго поддержал ваш канал на 189 рублей и сообщает... Пенго. Мишкер, чемпион, беса, топ, 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 пенго. Тоже давненько, кстати, не заходил Пенго. Вот. И с детства в флэшбеке. То есть отец нам делал с братом вот такую гречку с поджаркой. И самое вкусное, это всегда было вот то, что со сковородочки ты потом... Такое хрустящее, вкусное. Было у вас такое? Азара поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает на гречу. Почти килограмм можно купить, судя по ссылке, которые... Которую скинули. Можем, конечно, посмотреть, пока Муна... А, нет, Фоги уже стартанул. Суп из гречки с курицей топ. Ну да, если хорошо приготовить, да, конечно. Гречка с молоком, с сахаром. А мне гречка с молоком, с сахаром в школе испортили. То есть, хотя... Хотя бабушка еще делала хорошо. Вообще молоко... Такое. Пенка. Эх. Эх. Давайте, кто любит пенку в молоке, пишите. Я просто вас забаняю все. Танушка поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Греча с тушенкой в походном котелке на все времена. Идай, да поедете во Владивосток, готовьте и шекели. Денежки, монетки ГГ, коины, тут все в разы дороже. Время пришло. Вообще на природе вся еда вкуснее, естественно. Это же известная тема. Во-первых, кислорода больше, во-вторых, ты устаешь, как правило, больше. Процесс приготовления, он такой открытый. И даже такие простые вещи на природе становятся мега вкусными. Плюс все, как правило, свежее. Да, плюс там романтика, дымок, вот это вот все. Я не люблю пенку, если не любишь отправление не по почте, когда готовишь. Я не готовлю. Давайте попробуем к игре. У нас, к сожалению, Тартл Рок. К сожалению, эта карта все-таки под Блэйда, на мой взгляд. Он тут сможет такое количество надыбать артефактов самых разнообразных. И уже надыбал. Что мало не покажется. Блэйд уже третьего уровня. С инвентарем, который просто ломится от предметов. Главное перед этим работать весь день, лететь весь день, и потом все вкусно на природе. Да, да. В детстве молоко на дух не переносил. Ближе к 30 полюбил блюдо с молоком отдельно. Да, да, потому что тебе пере... Во-первых, кажется, количество рецепторов у... Вкусы меняются. Количество рецепторов в детстве больше, чем со временем. То есть оно, чем когда ты подрастешь. Вот. И вкусы с возрастом тоже меняются. Возможности меняются и потребности организма. Ну, и, соответственно, он тебе рассказывает, что ему нужно, что ему не нужно. Ну, это как с... Не знаю, ты ешь что-нибудь новое, какой-нибудь орех или какой-нибудь зелени. Понимаешь, что вот этого тебе не хватало. Ну, как кот. Чувствуешь себя как кот весной. Даже пусть и... Пусть и... Неплохо. Сейчас чуть не в ту сторону не завел. Ну, когда, помните, они все-таки ходят и ищут, поджевывают что-то и такие... Да, да, вот это трава. Сейчас можно крипджекнуть, но... Очень грамотно действует, конечно, флай. У нас ультразрение, с одной стороны, но у него... У него блейдмастер. И Фаги об этом знает. И поэтому... Почему он, кстати, поэтому кипером не... Да, телепорт приходится жать. Блин, плохо. Плёха. Плёха-плёха-плёха. Нычка в интересном месте у Фаги. Проблема Тартал-Року не только в тех артефактах, которые выпадают. Причем артефакты именно такие точечные бывают, хорошие. Но и в том, что здесь сложновато экспант поставить. То есть у тебя... Карта, с одной стороны, маленькая. С другой стороны... Все гарнизоны сложные. То есть это не... Огры-два-троля. Понимаете, там... Три черепахи тебе объяснят вообще очень просто. Что ты не прав. Миша, я тебе больше скажу, чем... Ага, что ел в армии, то и тут ем. Хорошо. Хорошо, что ты сказал больше. Чем... Чем планировал, видимо. Блайда надо ловить. У него нет маны. Прикопка. Успеем. Ой-ой-ой, давай-давай. Третьего блайдаун тут не проскочит. Сейчас уйдет. А-а-а-а. Сейчас у нас такое будет. Нет. Ладно, ну руну исцеления, по крайней мере, взяли. Блэйда здесь нет. Блэйд возвращается. Сова есть. Порываются. Блэйд, 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 блэйд. А, инвул у него уже есть. Ё-моё. Черт, какая-то грязь выходит. Нет? Нужно пытаться передать. А, бутылки уже нет. И все, козел тут не уходит. Будет пытаться блинковаться. Но там хекс есть. Хекс. И все, козел не уходит. Прикапывает блэйд, да, у него инвул. Кипер должен пытаться уйти. Алхимик не уходит. Кипер должен телепортироваться. А, да, у него же там КД. Все, минус алхимик, минус кипер. Кипер еще четвертый, к сожалению. Блин, какая грязь. Ну вот. Ладно, не переживайте. У нас же есть лузера. У нас есть гречка. Да, есть лузера, нормально. Блин. Не знаю, випс. Это может быть особенность натизовского апса. Боин, вступили в боль. Приказывай. Слушай. Кто нарушил наш покой? Стою на страже. Сейчас еще козел отсюда не уйдет. Ну вот дальше у Флая карт-бланш. Время пришло. Может делать, что хочет. И уже перехватывать шли из-за варда. На нас напали! На нас напали! Гранты кричат. Черепахи атакуют. Если бы Фоггет знал, что здесь зачищено все. Возможно. Стоп, извините. Фига себе, там цены. Танюшка, а ты что, из Владика, что ли? Ты что? Говорят, там хорошо у вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здрасте. Мы здоровались уже. Что, из Владика, что ли? Не слышно, видимо. Алло. Танюшка. Танюшка. Тань. Ну, Тань. Да, а! Все понял. Не услышал, видимо, в первый раз ее. Пошла база от Флая. Да, она сейчас забирает красную вторую. Там СХ с такой бутылкой маны. Плюс вампиризм. Барабаны. Ненужные. Фоги делает хорошую разведку. Не, на самом деле, учитывая нестабильность Флая, Фогич может быть и справиться. То есть, вытянуть еще можно. Чего надо, позор? Да, сложно. Очень. Ну, почему не про... А, потому что он боится. Боится, боится, боится. Телепорта-то нет. Удачно. Диез. Привет. А за этих черепах, похоже, будет война. Блэйта, как обычно, пасет все. Овечкин говорит. Миша, чатик, появилась необходимость приобрести второй монитор. Посоветуйте полозы. В данный момент выбор пал на Samsung Odyssey G3. А можешь исходные данные? То есть, например, какой у тебя бюджет? Нужна ли тебе какая-то особая цветопередача? Нужна ли тебе какая-то особая герцовка? Какой у тебя сейчас монитор в плане дюймов, например? Есть ли пожелания по диагонали? То есть, как бы, монитор тебя сейчас сразу посоветуют. Какой-нибудь за 280. Изи просто. И ты расстроишься. Потому что, ну, возможно, такой простенький тебе не нужен. То есть, нужны критерии. Для хорошего совета, пожалуйста, правильно сформулируйте ваш запрос. Ну, тут цеха почти пятая. У нас Алхимик третий. Куда мы лезем? Куда ты лезешь? Сейчас. Это последняя битва, друзья. Виспы идут вперед. Красава. Виспы хорошо. Под протекшеном. Лайтнинг щилл. Торчи просто ушатываются. Вы посмотрите, как быстро. У Алхимика вместо черепка колбас с эсидом. Я не слышал, что вообще кто-то из орков умер. Ладно, первый грант впал. То есть, я уже подарки готовлю передать, когда приедете на турнир. Вы даже не в курсе. Ну, я думал, это будет сюрприз. А сейчас я буду знать, что ты там будешь. Представляешь? Уже, уже как бы не будет радости такой. Потому что не ехать уже. Да взяли уже билеты. Уже взяли. Так, Full HD не меньше 144. Во, по диагонали не меньше 27. В данный момент. КП работает. Ага. А, любви. Привет. Чачик, привет. Чачик? Ну и отчаянная атака от Хогича. 45 лимита, извините, на 50 и Саху, на Саху пятого, в которой есть мана. Это просто, что правильно? Вынужденная отдача. Ну, отдача была вот здесь, в правом верхнем углу, на экспанде. Минус два героя, минус эксп. Это было самое важное событие в этой игре. Тык в Блейда, у него инвул. Хорошо лечь, старается. Миша, кстати, одна секунда. Давай. А через что? Это на Тизовский клиент. Они играют. Это же китайцы, они на Тизе играют. Но это хорошо, удобно. Мы из игры можем зайти посмотреть. Как в АкТВ, только на современный лад. У них там все свое. Битые гранты. Упало два гранта за эту битву. Передай. Ну а что, как козлу? Что козлу передавать? Как же Фогич старается? Став, передай. Став. Ах! Передал, кстати, став. Да, Фоги, к сожалению, проигрывает Флайо в своем полуфинале. Но это группа, будут лозера. Давайте быстренько на Муна переключимся. Подключимся? Продолжение следует...